Собака друг человека. Но если человек оказывается преступником, то пощады в таком случае ждать не приходится. Полицейские кинологи и городской патрульно-постовой службы показали возможности своих подопечных, воспитанникам детского дома номер один. Чтобы собака хорошо слушалась, нужны длительные тренировки. Иногда кинологам приходится выступать в роли добычи. У меня больше собак тоже по взрывчатке работает. Но приходится тренировать других собак, так сказать, добычи. Потому что коллектив в основном женский. Мужчин немного. Либо работаем, либо занимаемся. Тренировки постоянные должны быть всегда. Без тренировок никуда. Собака может забыть. Тренироваться, тренироваться. Обучать собаку командам необходимо начинать с шести месяцев. Дрессировка может занять 3-4 года. Животные, как и люди, отличаются характером. А поэтому и обучение они проходят разное. Есть собаки, которые более спокойные, то они и не злые. То стараемся, чтобы они обучались и на повзрывчатке. Потому что бывают такие случаи, когда эвакуация из зданий происходит, чтобы она на людей адекватно реагировала. То есть не боялась и не набрасывалась на них. Которые более подвижные и со злобой. Конечно, лучше их по общеразыскному профилю, чтобы они хорошо ходили на задержание. Для воспитанников детского дома номер один – это уже не первое общение с животными, которое охраняет общественный порядок. Из-за этих встреч ребята усвоили, что лучше законы не нарушать. От укусов хорошо на тренированной собаке человек может получить серьезные травмы.